Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня я расскажу о том, как начать собирать урожай ведрами раньше соседей и какие подкормки помочь вам добиться такого результата. Все мои советы касаются условий Белоруссии. Соответственно, если вы не в Белоруссии, значит делайте поправку на свой климат и на свои сроки. Но думаю, что все это адаптировано для всей средней полосы, как бы, европейской части. Значит, что огурец – любимая культура. Как наши огурцы собирать очень раньше всех? А для этого надо знать биологию, что сами огурцы происходят с Индией. Значит, они растут во влажных тропедческих лесах. То есть там такие места затишные. Затишные, там не бывает сквозняков, там не бывает сильных ветров. Поэтому культуре надо создать такие же условия. Как создать такие условия для огурцов? Если у вас градка небольшая, вот как у меня, например, посажено несколько растений здесь на этой градке, значит, можно просто-напросто оградить полиэтиленовой пленкой. Вот видите, за мной полиэтиленовая пленка. Высота от полметра до метра. Такая вот естественная защита, значит, создаст микроклимат для огурцов. Смотрите, многие могут возразить, что мы, мол, делаем тоннели. Но понимаете, в любом тоннеле огурец, как бы сверху, он греется, конечно, но может перегреться. Он перегреется, это раз. Во-вторых, пчелы, которые летают, тоже, даже у огурцов самопыляемых, урожанность повышается выше. Если летают пчелы и опыляют самопыляемые огурцы, урожанность тоже будет выше. Поэтому, если закрытый ваш парник, туда пчелы не долетают. Здесь же у нас парник защищен со всех четырех сторон, как бы, вот, влага, дождь падает, затишек есть, солнечных, ну, от солнца защищает, как бы, притянет немного вот такая вот защита с полиэтилена. Также, ну, спазняков здесь нету. Потому что, если вы обратите внимание, потом посмотрите, что они с пленки присыпаны землей. Низ засыпаны землей положат своеобразный микроклимат, то, что любят огурцы. Поэтому огурцы, вот, если вы видите, что они уже, как бы, уже завязи, они цветут, и даже уже есть завязи на них, потому что они отзываются на такой микроклимат. Конечно, если у вас большие площади, такая вот полиэтиленовая защита вам не подойдет. Тогда надо делать кулисы. Из чего делаются кулисы? Значит, пространство, если ставите большие длинные оградки, значит, делаются кулисы, то есть, зашиту от этих ветров, от ветрового сквознякового. Кулисы, что можно делать? Это могут быть картофель, это может быть кормовая капуста, это могут быть овощные бобы, это может быть подсолнук. Если вы занимаетесь очень большими объемами, значит, уже с осени посеете озимую рожь. Озимая рожь поднимается, и также она прекрасно выполняет роль кулис. Что кулисы? Кулисы, значит, и от ветра предохраняют, и ваши огурцы, даже если они будут ползти по земле, микроклимат гораздо лучше, и огурцам гораздо-гораздо лучше. Так что, если в этом году не сделали кулисы, сделайте пленку. А на следующий вот учтите, что можно поставить растение, которое будет создавать такой же эффект. Следующие подкормки про огурцах. Что надо сказать? Подкормки огурцов в чем? Много есть в интернете разных роликов, разных советов, что они поднимают. Ну, значит, авторы, многие просто не акцентируют внимание, где делают свои ролики. То ли это Краснодар, то ли это Архангельск, то ли это Минск. Разные почвенные условия, поэтому разные, соответственно, подходы. Для нас в условиях Беларуси, что важно, что огурцы будут, подкормка будет хорошая, если огурцы не будут повреждаться болезнями, то есть корневыми гнилями. Как это сделать? Сделать это очень просто. Первое, что мы создаем условия, чтобы предотвратить корневые гнили. Берем препарат триходерма, называется, и вот этот триходерму раствораем по инструкции. Но эффект не всегда получается. Почему? Да потому что и триходерма, и другие препараты, вот тот же Байкал, например, и все, они все микробы в спешном состоянии. Их надо разбудить. Как говорят химики, нужно добавить катализатор. А катализатором для микробов выступает самый обыкновенный сахар, который есть в каждом доме. Значит, берем литры воды, раствораем 100 грамм сахара. 100 грамм сахара, и, соответственно, потом количество любого микробиологического препарата добавляем на полчаса в этот тепленький раствор, сахарный раствор. Добавили, микробы начинают активно размножаться. Ну и дальше разбавляем до нужного объема, 5-10 литров надо, и поливаем растения. Микробы как бы уже пробудились, даже вот это касается не только вот этих, даже и дрожжей тех же самых касается тоже. Тоже запустить работу всех микроорганизмов, чтобы они начали работать. Вот, они начинают работать, предохраняют нас от корневых гнилей. Ну, соответственно, огурцы любят, от гниля мы предохранили, следующее, все огурцы любят рыхлую почву. У вас может быть суглинок, вот, не всегда у всех мешанок почва, как у меня. Поэтому почву необходимо разрыхлить. Разрыхлить почву в следующий этап нам помогут микробиологические препараты, то есть байкал. Микроорганизм, который мы запустим в байкал, прольем наши огурцы, они, почва станет более рыхлой, насыщенно рыхлой, и уже через неделю вы почувствуете эффект от того, что вы полили. Вот, если нету байкала, берем обыкновенные дрожжи, 100 грамм, 100 грамм на ведро воды. Купили много, так разделили на 10 частей, и каждую часть используйте для полива ваших растений. Ну, а дальше можно приспать подкормкам. Наш не забываем, что огурцы, такая культура, которые не любят высоких концентраций минеральных удобрений. Поэтому минеральные удобрения применяем очень ограниченно, потому что можно огурчики ваши просто-напросто сжечь. Они боятся минеральных удобрений. Очень хорошо органические удобрения. Это может быть такой биогумус огуречный, он есть в продаже. Вот, это может быть настой сорняков. Настой сорняков, после того, как вы сделали первые две операции, зашлистили растения от корневых гнилей и разрыхлили почву, настой сорняков сделает чудо. Настоем сорняков поливаем огурчики раз в 7 дней, огурчики будут усыпанные. Когда делаем полив огурцов, удобрения, настоем сорняков, значит, когда появляются завязи, появились завязи, уже начинаем их кормить, для того, чтобы им было питание. Раньше этого делать не надо, потому что раньше мы просто бы выгонять ботву, мы гоним ботву, а этого нам не надо. Если вы сделаете такую вот подкормку, очень простый состав, смотрите, в роликах я покажу более подробно, как готовить именно эту зеленую подкормку, зеленую бродиловку, как многие пишут в интернете, результаты вас порадуют. Вам хороших урожаев огурчиков, сделайте им микроклимат, создайте им условия, и ваши огурцы отблагодарят вас обильным урожаем. Вы будете просто не знать, куда девать зеленцы. Просто не забывайте, что нельзя оставлять, чтобы огурцы переразрывали. Каждый переразрывший огурец резко тормозит нарастание остальных. Убрали то, что начинается дозревать, и ваши огурцы будут рады урожаем до самых заморозков. Смотрите наши ролики. До новых встреч!